Дмитрий Пирамидько Гордон Привет! Я вижу, что канал Дмитрия Гордона на ютубе интенсивно растет. И я не понимаю, за счет чего это. Вероятно, это из-за того, что большинство людей, которые подписываются, просто не знают, кто такой Дмитрий Гордон. И очарованы его обаянием, его показанной интеллигентностью, и даже не знают, на кого они подписываются. Потому я собрал все ролики, свои за прошлый год, которые дают четкий ответ, кто же на самом деле такой Дмитрий Ильич Гордон. Догоните меня? И что? Напрасный труд. Бессмертен я. Тартюфы не умрут. Я буду жить, пока живут все те, кто верит пышным фразам. И те луны, что нас зовут, вселенский рай построить ражам. Я буду жить, пока враги... Еще 400 лет назад, своей бессмертной комедией Тартюф, Мольер показал, как под прикрытием возвышенной фразеологии и нравственного поучения, проходимцы достигают своих самых низменных целей. Одним из ярких продолжателей Тартюфинианства является аферист, мошенник, лицемер, горе-прогнозист и бесталанный журналист Дмитрий Ильич Гордон. Нервных просят не смотреть. Еще в начале 90-х Гордон организовал Центр народной медицины «Доля», под крышей которого работало до 100 различных экстрасенсов, гадалок, целителей, парапсихологов и тому подобных шарлатанов, выманивающих деньги у доверчивого населения. Именно этот бизнес и приносил издателю «Бульвара», где пиарились мошенники, наибольшие прибыли. Иногда угнетенные недугом переписывали даже целые квартиры на псевдо-целителей. Тартюфу завещаю я свой дом, Такого дурака найдешь с трудом. После Гордон уже начал пиарить целителей уже крупного телевизионного формата, таких как «Чумак». В огромном большом мире живет сегодня очень мало людей, чье искусство, чей талант, мастерство и вдохновение. Человек, который при жизни стал легендой. Сегодня у нас в гостях Алан Владимирович Чумак. Ах ты, блядь, что такое. И Анатолий Кашпировский. Легендой Анатолий Михайлович Кашпировский. Сегодня у нас в гостях выдающийся, я не побоюсь этого слова, человек Анатолий Михайлович Кашпировский. Людина, яка створювала легенду, и яка сама стала легендою Анатолий Кашпировский. Человек, легенда. Встречайте, Анатолий Кашпировский! Я только сыночку будьте класть дома на лицо. Ни холодно, ни жарко. Ни мурашек, ни покалывания. Ни провалов в памяти. Все как обычно. Какое счастье! Какое счастье! Что есть на свете, дураки! Отдельной статьей дохода Димы стали так называемые «золотые пирамидки Юшинсе», которые моральный урод Гордон рекламировал как чудодейственное средство от тяжелых заболеваний, в том числе рака. Умирал очень близкий мне человек. И когда мне сказали, что его вылечит золотая пирамидой Юшинсе, я не поверил, но ухватился как за соломинку. Боже, какой типаж! Браво, браво! Что такое разводняк? Что такое не разводняк? Мне она помогает, я ее люблю. Перед нашою камерою Гордон продолжает нахваливать пирамиду. Впевнений, вона эффективнейшая за пигулки. Моя задача в данном случае сделать так, чтобы вы, если вам будет плохо, вместо того, чтобы пользоваться неизвестно чем, пользовались пирамидой, потому что я считаю ее лучше многих лекарств. Вот заливай! Этот цинично улыбающийся мерзавец и подлец Гордон не просто сколотил целое состояние на болезнях людей, которые поверили в целебные свойства этих пирамидок, но и он стал причиной смертей многих из этих людей. Уколог пригадує кількох пацієнтів, які лікувалися пірамідою. І тільки згодом звернулися до медиків. За цей час ухлинне захворювання набрало сили, і боротися з ним було значно важче, аніж на ранніх стадіях. Ах ти засохранець! Отвратительний сучонок! Я считаю, що вона золотая, і вона бесценна. У мене в руках офіційний висновок Державної пробірної служби. Згідно цьому паперу, піраміда не містить жодного дорогоцінного металу. У ній немає ані грама золота. Какое счастье! Какое счастье, что есть на свете дураки! Дмитрий, пирамидька, гордон! Я отношусь к этому просто. Я не люблю двойних стандартов і не люблю отсутствие правил игры. Будем проверять! Мало хто знає, но раніше Штопанний вступив добровольно в партию БПП от Київського городського совета. А ныне, видя закат эры, Порошенко, начал активно критиковать своего бывшого шефа. Я не хочу, чтобы Порошенко пришел к власти второй раз. Не хочу. Я об этом говорю публично. Я не люблю двойних стандартов. Подлец Гордон, который пиарив в своем журнале шарлатаном в обличчя по экстрасенсу Вицелителей, сидевший за одним столом с контактером с космосом Петром, недавно заявил, что уже не верит в чудодейственные возможности своих бывших друзей. Понимаю, вы верили в способности этих людей? Нет, нет. Понятно. Я не люблю двойных стандартов. Всем известно, что Лысый является сторонником Евромайдана. Но многие глупцы и слепцы, очарованные сладкими речами шарлатана, нажившего целое состояние на пирамидках, забывают о его дружбе с откровенно пророссийскими персонажами, вроде Шуфрича, Добкина и такими апологетами русского мира, как Иосиф Кобзон. Иосиф Давыдович замечательный человек. И это уже не говоря о том, что Гордон еще не вылазит с эфиров российских пропагандистских передач, как 60 минут. Сюда еще можно добавить, как Дима называет Медведчука врагом Украины и не вылазит с вражеских каналов Медведчука, 112 и Ньюс Ван. Что скажешь, Лысый, на это? Вот этот Лысый годами сидел на 112 и Ньюс Ван. Последний год, когда Медведчук стал, собственно, владельцем этих каналов, он также не вылазил с этих каналов. И почему-то тогда он не кричал о патриотизме. Он не хотел уходить с этих каналов. Он целенаправленно пиарился на них. А сейчас уже стало невыгодно. И он, оказывается, оказался патриотом. И перешел уже на канал наш, я его вижу, да? Как ты можешь працювати на канале Медведчука, на канале этого врага Украины? Просто я відчуваю потребу в цьому. Я патриот своей страны. Я не насилую, понимаете? Просто я відчуваю потребу в цьому. Я не люблю двойных стандартов. Ваше политическое крадо. Всегда. Дмитрий Пирамидько-Гордон. Сегодня я зашел в поиск Ютуба со смартфона и мне надо было найти одно видео по Тимошенко. Ну, вы видите. Но вверху я увидел видео со значком реклама, которое не соответствовало моему поиску. Арсений Яценюх. Ба, так это же Дима Гордон купил трафик, дабы раскрутить свое интервью с Арсением Яценюхом. Я клянусь своим здоровьем, я не покупаю трафик. А вот еще скрин с главной новостной лентой Ютуба, где реклама видео с канала Гордона висит в самом верху. Это залет, воин. Дмитрий Пирамидько-Гордон. Я дураков найду всегда, не стало меньше их с годами. До самой скорой встречи с вами, до скорой встречи господа. Он в ванную утром ложится и пирамиду на голову надевает. О, Боже мой. Ну, я серьезно говорю, у него давление очень сильное. И он много лет не испытывает проблем с давлением. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.